Дело в том, что вот я два с половиной года работаю в одной компании, туда я пошла исключительно из-за высокой зарплаты, и сейчас я чувствую, что вот мне клопка, то есть я обесточена, работать не хочу, мне кажется, уже начала халатурить, просто как бы, кажется, мне тяжело. И вот я приняла решение, что я хочу уводиться, чтобы сделать какую-то паузу в жизни, и просто у меня такой тяжелый период, ну, как бы я не справляюсь сейчас, что я работаю, что я раньше справляюсь. Какие выводы? Выводы какие? Ну, вот я хочу сейчас где-то полгода, нигде не работать, вообще нигде сейчас не хочу. А выводы какие? Я выводы. Вот смотрите, выводы такие, у вас силы хватает работать где угодно, вы талантливый человек, вы можете доказать, что вам это, ну, вас возьмут везде, где угодно, но надо ли? Да, но я сейчас вообще не хочу надо. А надо ли вот именно вот так вот женщине? Вы замужем? Нет, я замужем. Ну, вот видите, вот вы взяли роль мужа на себя, вот эту аскезу зарабатывания денег, это надо женщине? Да, действительно, я старшая дочь с семьей, как бы вот квартиру покупаю и так далее, там сестренки со мной живут. Ну, надо ли? Нет, наверное, потому что у меня просто боится, мол, я излишняя жизнь не знаю, потому что... Денег-то хватает? А что у нас шумит, вот кто знает, вот это вот, что такое? А оно так и будет все время теперь, да? На короткое время будем терпеть, да? Принятие судьбы, я понял. Да, все время. Хорошо. Да, и вот я просто хотела задать вопрос, чтобы сказать, это не дезертирство уйти с работы, где я, ну, где душа моя страдает? Или надо все-таки терпеть? Нет, вам надо терпеть и умереть за родами. Нет, просто, а это в том, что... А те, что меня поддерживают? Он тоже считает, что не надо так и пакет, потому что это неправильно. А чего меня-то спрашиваете? Нет, ну, просто я... Ну, я чувствую себя как будто дезертир. Как будто было... Ага. Как будто мама очень рада была, когда я начала работать в этой компании, потому что у меня денег было много... То есть вы чувствуете себя не женщиной сейчас? Да, я чувствую себя как будто дезертир. А надо себя кем чувствовать? Женщиной. Значит? Значит, я правильно делаю. Значит, надо просто понять, что женщина, если она куда-то пришла работать, она может уйти. Вот я сейчас как раз ухожу, но мои коллеги говорят, что... Некоторые говорят, что это очень смелый поступок. И все мужчины, которые берут женщину на работу, они тоже должны знать, что она может уйти. По многим причинам. Она может сбеременеть, у нее могут быть трудности в семье какие-то, она может устать. Есть много причин, по которым женщина уходит с работы. И поэтому не надо рассчитывать сильно на женщин, на работе, мужчинам. Вот видите, в этом коренной вопрос. Вопрос, она даже сейчас неправильно мне задала вопрос. Садитесь, чтобы меня сзади видели. Вопрос был задан неправильно. Давайте возьмем вот вообще природу женщины, посмотрим глубже. Нет, нет, зачем, зачем? Отдайте, я же с ней беседую. Вот смотрите, природа женщины какая? Женщина очень ответственный человек перед людьми. Вы очень уважаете людей, да? И вот сейчас есть человек, которого вы сильно уважаете, который на вас сильно рассчитывает. И он уже все силы из вас уже вытянул. Вы верите, вы уважаете этого человека сильно. И сейчас вопрос не в этом. То есть вы должны были так вопрос задать. Олег Геннадьевич, я уважаю очень сильно одного человека. Но у меня нет сил делать то, что он хочет. Что мне делать? Вы должны отказаться от этой деятельности. И извиниться перед этим человеком. Иногда надо уметь извиняться и отказываться. Это нормально. Спасибо вам. Я тоже так же думаю, потому что мне кажется, что в два с половиной года я доказала, что я... Но он сейчас руководствуется жадностью уже, не из здравом смысла. Нет, у меня два моих начальника, это даже больше мои подруги, чем начальник. Ну я вижу, что кто-то эксплуатирует вас. Я вижу, что вы из чувства долга перед кем-то работаете. Не просто вот, просто долг перед вот, как в воздухе висит. Женщина, она очень сильно, ну, очень сильно всегда чувствует себя должной именно человеку. И это может быть опасно в жизни, потому что нужно чувствовать больше себя должной перед своей судьбой. Потому что вам уже пора вообще-то замуж выходить. Пора заражать детей уже. И это больший долг для вас, чем просто работа. Работа и мужики могут. Но вообще-то не получается замуж выходить. Так, а вот это другой вопрос, понимаете, женщина как река. Психика женщины как река. И у нее разум у женщины, это тот, кто направляет течение реки. Вот куда разум? Ваш разум? Вот у мужчины такого нет. Ему надо усилия прилагать, чтобы куда-то идти. Мужчине надо силу воли прилагать, как бы работать над собой. А у женщины не так. У женщины природа дает ей силы. Сама природа дает силы женщине. И ваша задача просто правильно эти силы направить. И ваш разум направляет течение реки туда и туда. Ваш разум сейчас в течение реки направил в сторону работы. В результате личной жизни нет, детей нет. Это что такое? Это неправильное мышление. И это называется жизнь в страсти для женщины. Что значит жизнь в страсти? Это значит, что она куда-то бежит. Она не может остановиться. То есть жизнь в страсти означает жизнь в будущем. Не надо больше денег, не нужна квартира, то-то-то-то-то. А настоящая жизнь в настоящем времени, она забыта. А вам надо семья, детей. То есть ваша энергия направлена в будущее. Вам нужно то-то-то-то в будущем. И вы не понимаете, что настоящее проходит. Жизнь в страсти нужно поменять на жизнь благости. Означает успокоиться. Перестать бежать. Отодвинуться от всех дел. Начать молитву. Начать на природе, бегать. Начать людей любить. В храм ходить. Не наедине с собой остаться дома и просто отдыхать, валяться целыми днями. А вот с работы ушла. И дальше движение, люди, забота обо всех. Храм, молитва, наполняться силами. И переключить течение реки. Женщины должны знать, что им переключать течение реки очень сложно. Нужно перенастроить себя на личную жизнь. Для этого нужно время, силы. И когда вы перенастроите себя на личную жизнь, тогда у вас поток такой станет уже чистый, светлый. Сейчас река у вас замученная такая, уставшая. Она станет чистая, светлая. Потому что это и есть ваш долг перед судьбой. Направить свою жизнь в личную жизнь. Но это не значит, что женщина, она вот только в личной жизни может жить. Когда женщина в личной жизни все делает, свой долг выполняет, тогда в этом случае река начинает давать ручейки в разные стороны. Роль женщины в жизни это не заводы создавать, не фабрики. А роль женщины это создавать любовь и гармонию в обществе. Поэтому женская деятельность социальная это забота о людях. То есть она должна обучать людей, заботиться. Все школы это женское попечительство, дома престарелых. Все, что связано с заботой о людях, это роль женщины. Мужчина не может это делать, у нее не хватает на это сердца. Любви не хватает. Лечение тоже по праву женщины принадлежит, потому что это тоже любовь, это забота. И так далее. То есть вот эти все виды деятельности сажать, засаживать деревьями город, сады, животные, все это женщина должна делать. Но это не работа, это называется социальная деятельность. Там тоже может быть работа, но там другие принципы отношений. Там, если на работе люди вдохновляются правилами и предписаниями, то в социальной деятельности люди вдохновляются проповедью, то есть вдохновляются, им говорят, зачем это надо. Ну то есть нужно... Идеи, да? Идеи, да. Идеи. И вы сейчас не думайте вот об этой социальной деятельности, вы сейчас думаете о личной жизни, потому что у вас нет фундамента в жизни. Вам сначала надо его обрести в фундамент. У женщины разум, он имеет два состояния. Одно состояние неустойчивое, как вот курица бегает. И когда она яичко начинает нести, она садится и... У нее психика успокаивается, она спокойной становится женщиной. Это значит, что она устойчива в жизни Хоть муж мучает, как бы все надоело, убежала бы Но все равно это устойчивое состояние И в этом состоянии, несмотря на то, что все равно трудно жить И одной трудно жить, и замужем трудно жить Но в этом устойчивом состоянии можно делать много добрых дел Потому что психика стоит, не бежит никуда у женщины Она может помогать людям, столько всего делать Все равно погруженность в личную жизнь чрезмерная Все мы всегда приносят страдания Все мы всегда Нужно открываться, жить шире и шире Когда женщина только в одну личную жизнь, вот она ушла Она там тоже с ума сходит Почему? Потому что так невозможно жить Нужно жить среди людей Но есть женская деятельность, есть мужская Вы не должны мужской, вы должны стать женщиной сначала Выйти замуж, такая красивая девушка Жалко, что мужчин мало на лекциях Я бы сейчас всех повыдавал Столько красивых девушек Спасибо большое Спасибо вам